На ринге стадиона Паттайя Боксинг Ворлд прошли бои по профессиональному рейссеру. Целых полтора часа бойцы демонстрировали свои болевые приемы на глазах у изумленной толпы. Пожалуйста, не пытайтесь повторить эти трюки дома. Чтобы показывать их на ринге, мы профессионально тренируемся. Своими силами актерским мастерством мерили спортсмены из Таиланда, Австралии и других стран. Больше всего агрессия демонстрировала австралиец Дабл Ю Бэллоус, рестлер с восьмилетним стажем. Он случайно узнал о поединках, приехав в Паттайю на пляжный отдых. Немного болит шея и колени, но все будет хорошо. Опасных повреждений нет. Но даже ему не удалось одолеть легенду местного рестлинга под ником Тайгер. Время финального боя спортсмены дрались в зрительном зале, ломали декорации и сотрясали воздух страшными угрозами. Я Брэв Тайгер, КВФ Чемпион. Брэв Тайгер всегда готов защитить свой пояс чемпиона. Бойтесь меня, поскольку я на 50% человек, на 50% машина. 50% человек, на 50% машина. То, что все трюки спланированы заранее, понимали даже дети. Тем не менее, зрители остались в полном восторге. Люблю рестлинг за то, что он помогает забыть о реальности и увидеть, как решают вопросы по-взрослому. Ну, или, по крайней мере, делают вид, что решают. Главное в рестлинге заставить зрителя поверить, что на ринге происходит нешуточный бой. Где проходят границы между спектаклем и жизнью, знают только сами бойцы. Главное в рестлинге заставить зрителя поверить, что на ринге происходит нешуточный бой.